Доброе утро! Сегодня 16 апреля, мы встречаем это утро с вами. Добричка! Мы уже пробудились, зарядились энергией, конечно же, позитивом и готовы разделить эти эмоции вместе с вами. А с вами сегодня Дмитрий Репопов, Алиса Троян и сможете смотреть нас на телеканалах Первый Крымский Крым 24. Мы трудились, чтобы вы знали самые первые, самые важные новости, и не только мы, но и наши корреспонденты, которые подготовили действительно интересные сюжеты. Да, и начнем мы, наверное, все-таки с севера Крыма, хотя не будем забывать, что сегодня очень важный опять-таки день для Симферополя и для всего Крыма, потому что в этот день началось освобождение Ялты, но об этом мы поговорим позже, а пока перейдем к новостям наших корреспондентов. В ожидании поездов, пока строители моста через Керченский пролив укладывают первые километры путей со стороны полуострова, железнодорожники Крыма готовят вокзалы республики к встрече с пассажирами. Джанкой хочет вернуть себе былую славу крупнейшего транспортного узла. Городские власти подготовили инвестиционный проект. Евгения Довжик выясняла, какие преобразования ждут вокзал на севере Крыма. Майя Ильинична в зале ожидания Джанкойского вокзала бывает раз в неделю. За чтением книги она коротает время до прибытия поезда. Пенсионерка вспоминает, сколько пассажиров здесь было пять лет назад. Я помню, как тут станция вот эта работала старая пассажирская. Да вы что, все с ней где было в вестибюле? А сейчас вот, пожалуйста. А так обслуживание нормальное, все, все хорошо. После закрытия железнодорожного сообщения с Украиной, пассажиропоток резко сократился. Меньше стало и поездов. Сегодня пригородный вокзал Джанкойа обслуживает около полутора тысяч человек и принимает всего 10 пар поездов. Но эти цифры касаются только внутренних перевозок по полуострову. Основное здание железнодорожного вокзала, которое может принимать поезда дальнего следования, пустует. В 2012 году отправленных пассажиров на нашем вокзале составляло полтора миллиона. Поэтому поездов у нас тоже ходило летом 85 пар. Поэтому мы готовы принимать такое же количество. Все готово к приему пассажиров. В залах ожидания сделали ремонт, установили пандусы для маломобильных групп населения, обновили информационные доски и стенды расписания. Безопасности вокзального комплекса уделяется особое внимание. Эта рентгеностационарная установка называется «Интероскоп», благодаря которой инспектор видит все содержимое багажа в двух проекциях. С помощью такого аппарата пронести в здание опасные предметы и остаться незамеченным невозможно. Идет работа и на подъездных путях. Их готовят к потоку товарных и пассажирских составов. Мы грузим старогодние железобетонные шпалы над резину АГД с целью последующей их вывозки на место производства работ для замены негодных деревянных шпал на железобетонные. То есть плановый текущий ремонт железнодорожного пути в сортировочном парке станции Джинкой. Открытие полноценного железнодорожного сообщения даст второе дыхание и самому городу. Местные власти подготовили инвестиционный проект, выделив для него площадку в 20 гектаров. Его реализация позволит создать новые рабочие места и привлечь дополнительные средства. Джинкой – крупнейшая сортировочная станция. Здесь можно получать грузы с железнодорожным транспортом, что в разы дешевле перевозки автотранспортом. Здесь делать перевалку и уже по Крыму отправлять автомобильным транспортом. Уже в декабре этого года первые поезда пройдут по Крымскому мосту. Часть из них отправится к платформам Джанкоя. И тогда город сможет вернуть себе былую славу крупнейшего транспортного узла республики. Евгения Довжик, Дмитрий Лалетин, Новости 24, Джанкой. Дорогами победы, партизанскими тропами. Каждый год крымские участники мотоклуба «Ночные волки» устраивают пробег по маршруту советских войск, освобождавших Крым весной 44-го. 15 апреля, 75 лет назад, Красная армия отбила Алушту. Вместе с мотоциклистами на местах боевой славы побывал Юрий Авдеев. Для крымчан, объединенных мотоклубом «Ночные волки», участие в пробегах памяти героев-освободителей стало доброй традицией практически с момента образования. Мы ежегодно проводим акцию памяти по освобождению Крыма, начиная с города Керчь, под движением наших героев-освободителей. Начинаем с Керчи, потом Симферополь, город Саки, Евпатория. 15 апреля в Алуште и 16 апреля мы проводим в Ялте. А затем уже в мае месяце в городе Герои Севастополя. День освобождения родного города для алуштинцев такой же большой праздник, как и День Победы. В нашей стране не найдется семьи, которую обошла стороной Великое Отечественное. У меня прадед воевал, тоже крымчанин. Прошел всю войну, получил ранение в ногу. Оно его мучило, к сожалению, до самой смерти. Весна 44-го принесла полуострову свободу после четырех лет оккупации. Все это время в лесах действовали партизаны. Фашистам никогда не было спокойно на нашей земле. После освобождения Симферополя войска Красной Армии смели сопротивление фашистов в районе Ангарского перевала и двинулись к морю. Главная цель – овладеть портами для того, чтобы не дать фашистам эвакуироваться морем. Уже 16 апреля была освобождена Ялта. В мае освободили Севастополь. Мемориал памяти павшим в боях за освобождение установлен на выезде из Алушты. Именно здесь крымские партизаны неоднократно уничтожали вражеские колонны. Нашим партизанам удавалось очень тяжело сдерживать здесь, как-то напоминать о себе, постоянно выходить в боевые какие-то атаки. Я знаю, что 70 боевых выходов сделал наш партизанский отряд. Самое массовое действие «Ночные волки» традиционно проведут в Севастополе. В акции примут участие все члены клуба. Наши мотоциклисты, как и все крымчане, свято чтут традиции отцов и дедов. А если у кого-то все-таки хватит смелости еще раз напасть на нашу страну, то «Ночные волки» пересядут на танки. Мало не покажется никому. Юрий Авдеев, Алим Велиев, Новости 24, Алушта. Ну и невозможно не поговорить на тему того, что вчера произошла огромная трагедия для всего человечества, потому что в Париже загорелся собор Парижской Богоматери, или Ноттердам де Пари. Знаменитейшее здание было объято огнем, вечером начался пожар, и, к сожалению, ничего не смогли сделать сотрудники никаких ведомств, потому что с воздуха нельзя было тушить, потому что вес воды, которая падает на собор, он мог бы равняться шести тоннам, и это разрушило бы собор окончательно. Конечно, это огромная трагедия не только для французов, и они стояли на коленях, молились и смотрели, и ничего не могли сделать. Действительно страшно. Кроме того, как отмечают специалисты, было в помещениях много деревянных конструкций, поэтому все легко сгорело, и там как раз таки велись реставрационные работы, и по предварительным данным кто-то допустил ошибку, и это привело к возгоранию. Сейчас уже эксперты планируют, конечно же, восстанавливать потери, что будет действительно сделать очень сложно, и по предварительным данным на это понадобится от 10 до 12 лет. Да, действительно, ну, как бы это очень важная новость, поэтому мы не могли не обсудить ее с вами. Ну, а теперь самое время поговорить с нашими коллегами, которые уже ведут свой эфир в радиостудии. Здравствуйте, коллеги с утра. Доброе утро. Доброе утро, приветствуем вас. И мы вас приветствуем. Мы вас наконец-то хорошо видим. Нам поставили яркий большой телек в студии. Мы видим не только себя, но и вас. Сегодня в вещах одного цвета, но на разных частях тела. Абсолютно точно. Ну, поведайте, какая тема у вас сейчас в центре внимания. Говорим мы об уровне жизни крымчан. Да, у нас статистика царица наук сегодня в студии представлена, и мы рассказываем крымчанам о всех показателях, которые только есть, и которые считает наша статистика. А у нас сегодня и новости мира, точнее пожар, который сейчас все знают происходит в Париже, а также перейдем и к новостям Симферополя, потому что здесь у нас тоже проблем хватает в центре города. И что же говорит администрация о поплывшем центре? Спасибо, коллеги. Мы тоже вспоминали Ноттердам де Пари, который практически погиб для человечества. В католическую страстную неделю это жуткая трагедия. Весь Париж вчера плакал на берегах Сенны. Да, это стоит говорить. К сожалению, это нельзя восстановить. Трагическое утро, согласен. Да, спасибо, коллеги. Вернулись в студию. Да, желаем вам хорошее утро. А мы продолжим, и я думаю, что сейчас самое время узнать о том же, какой погода будет на полуострове. Субтитры подогнал «Симферополя» Субтитры подогнал «Симферополя» Субтитры подогнал «Симферополя» А теперь информация для тех зрителей, которые, может быть, плохо нас видят, о том, что в Симферополе сегодня температура будет плюс 9 и дождливо, в Севастополе плюс 10 и также сохранятся осадки. В Саках у нас будет плюс 9, а вот в Феодосии плюс 14. Действительно, большой такой разрыв между городами, что мы и вчера сами наблюдали. Допустим, в Симферополе было прохладно и дождливо, а вот в Алуште была действительно благодать, было тепло и солнце. Ну, а также хочется уже заговорить на тему того, что Крым стал самым популярным регионом России по объемам раннего бронирования на майские праздники. Около 7% авиабилетов, проданных в России на это время, являются билетами в Крым, что, по сути, если брать объемы всего мира, потому что авиабилеты по всем направлениям, по всем точкам земного шара отправляются, и 7% из них занимают путевки в Крым. Это очень хорошая новость. Это говорит о том, что все-таки туристы хотят видеть наш полуостров, и, видимо, в эти выходные, которые уже наближаются, неотвратимо будет очень много туристов, и наверняка будет какая-нибудь интересная программа, потому что майские праздники – это традиционно один из самых прекрасных праздников в году. Кроме того, в профильном министерстве отмечают, что пассажиропоток за последний месяц увеличился на 30%, и действительно, это даже больше, чем показатели прошлого года. Поэтому будем ожидать туристов, ведь бюджет нашей республики очень сильно зависит от этого фактора. Да, и хочется отметить, что в прошлом году отдохнуло в Крыму 190 тысяч туристов, для того, чтобы цифры стали более-менее понятными. Это действительно огромная сумма. Даже не верится, что такое огромное количество людей поместилось в нашем маленьком полуострове. А также я хотел бы напомнить о том, что в Крыму пока отменили туристический сбор, ну, не будет в тестовом периоде здесь проходить, но когда уже полностью войдет в силу и в других регионах этот проект, то, конечно же, реализовываться он будет и в Крыму, и люди, которые находятся в ряде городов, будут платить 10 рублей за сутки пребывания в том или ином городе. А вот людям, которые будут находиться в наших городах, совсем не обязательно платить за верного и хорошего друга, потому что он ищет дом, и у него совсем нет хозяина. Посмотрите, может быть, он вам приглянется, и он станет вашим самым лучшим другом. Солнышко Брайт очень ответственный и внимательный. Он умеет охранять и дружить. Добрый и любящий парень. Он очень красивый, но грустный, потому что люди его взяли и предали. Звоните. Пусть солнечному псу повезет. Плюс семь девять семь восемь 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 шестьдесят три одиннадцать ноль три. Керченские полицейские установили личность мошенника из Новосибирска, который выманил около одного миллиона рублей у крымчан. Дело в том, что мужчина представлялся сотрудником полиции и говорил вам, что близкие и родные людей, которым он звонил в опасности, поэтому необходимо срочно заплатить деньги. И, к сожалению, многие, естественно, испугались и действительно отдали мошеннику свои кровно заработанные. Действительно, сейчас мошенничество, особенно в интернете, да и по телефону популярно, буквально мне на днях написал сообщение друг, которого я хорошо знаю. Причем он выслал реквизиты карточки и свою фотографию, внизу были подписи. То есть, действительно, там такой скрин был, что я был абсолютно уверен, что это он. И действительно, я уже готов был бы отправить, но так как это вещь популярная, такое вымогательство, если так можно сказать, мошенничество, то я ему позвонил на личный телефон, и он сказал, нет, конечно, я ищу возможность разблокировать свой аккаунт обратно, чтобы оповестить об этом своих друзей. Будьте внимательны, да, перепроверяйте на всякий случай, кто уже действительно просит у вас помощи, потому что активизировались эти случаи как можно чаще, уже это даже не является новинкой, уже даже люди, естественно, не верят, потому что слишком часто это случается, это отвратительно, что это происходит, но есть в этом случае хорошие позитивные моменты, что это отличный опыт. Хотя главное, знаешь, чтобы не было, как в истории, да, вот когда мальчик ходил, ругал, ну, шутил над братьями, что волки, волки, братья прибегали, и хоп, волков не было. А когда действительно пришла беда, все отказались помочь, потому что, ну, думали, что он очередной раз обманывает. Ну, в данном случае люди могут подумать, что это очередной раз мошенники, и не помочь человеку, который действительно нуждается. Поэтому обязательно звоните ему на личный телефон, если он у вас есть. Ну, да, и, кстати, этому мальчику, который кричал, что близкий в опасности, вы понимаете, о чем я, мужчина из Новосибирска, будет уже заключен под стражу и рассматривается наказание в виде лишения свободного срока до 6 лет со штрафом. Поэтому такие шутки совсем не шутки. Но теперь все-таки давайте узнаем, чем же запомнился этот день истории. Сегодня отмечается Всемирный день голоса. Праздник с медицинским уклоном. В мире проходят семинары и лекции врачей, чья работа напрямую связана со звукообразованием фониаторов, отариноларингологов, невропатологов. 16 апреля 1618 года английский ученый Уильям Гарвей впервые изложил свое видение систем кровообращения в телах человека и теплокровных животных. Многолетние эксперименты естествоиспытателя позволили предположить, что кровь в организме движется по двум кругам – малому через легкие в сердце и большому через все тело. 16 апреля 1797 года Павел I провозгласил указ об ограничении барщины. Законодательный акт стал одной из важнейших реформ павловской эпохи. Помещикам запрещалось заставлять крестьян работать по воскресным дням. Документ ограничивал труд на господских полях тремя днями. Законопроект стал первой официальной попыткой государства ослабить гнет рабовладельческого строя. 16 апреля 1889 года родился Чарли Чаплин, американский и английский киноактер, кинорежиссер, создатель одного из самых узнаваемых образов немого кино – образа бродяги Чарли. 16 апреля 1898 года вышло в свет первое издание сочинений Максима Горького. Алексей Пешков – настоящее имя писателя, признан наиболее известным в мире русским и советским писателем. За творческую карьеру пять раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. В этот день, в 1932 году, на Ленинградском радиозаводе стали выпускать первые советские телевизоры. Изначально модели строились на основе громоздких электронных ламп. Но появление полупроводниковых приборов, транзисторов, со временем привело к отказу от радиоламп. Те, в свою очередь, со временем уступили место микросхемам, на базе которых работают современные жидкокристаллические телевизоры. А я напомню, что, допустим, только вчера было освобождение Алушты от фашистских захватчиков, точнее, вот произошло это 75 лет назад. И, кстати, приурочие к этому событию на улице 15 апреля, 15 апреля, новый многофункциональный обновленный центр, где сейчас работает 9 окон, оказывает 61 услугу. Поэтому, если у вас есть необходимость получить какую-то срочную государственную услугу, пожалуйста, просим. Главное с собой взять и не забыть паспорт. Ну, а еще сегодня, тем не менее, произошло в истории 75 лет назад освобождение Ялты. И, несмотря на то, что в Ялте не было никаких серьезных боев и сопротивления, тем не менее, там была очень тяжелая эвакуация. Многие жители Ялты до сих пор помнят. Там сейчас в Ялте находится наш корреспондент Александр Ткачев, с которым мы позже увидимся. Он расскажет о том же, какие мероприятия подготовили власти города. Ну, а я напомню, что 13 апреля произошло освобождение Симферополя. И местные жители имели возможность встретить поезд Победы. И, конечно же, самое главное, встретить, вспомнить и поздравить всех знакомых ветеранов. Такой ветеран есть у нашего корреспондента, которая встретила с ней и поговорила о том, что же было 75 лет назад. Говорят, война не женское дело. Раиса Андронова в составе 51-й армии прошла всю Великую Отечественную. Вспоминает, как в 19 лет совсем еще девочкой сбежала на фронт. Не могла остаться в стороне, когда узнала о наступлении немцев. И я окончила 10 классов в 41-м году. Ну вот, а была комсомолка. Я знала, что немцам будет тяжело. Родом Раиса Исаковна из совхоза «Красный». Сейчас это поселок Мирный Симферопольского района. В 1941 году вместе с добровольцами уехала на Кубань. Путь был сложный. Многие до пункта назначения так и не добрались. И один раненый и молодой, так он кричал страшно. А я подошла, думала, может он воды хочет, а он дает винтовку, а я еще ее не держала в руках. И говорит, сестра, на, убей меня, убей. Сначала девчонок не хотели набирать, но к концу 41-го года выбирать уже не приходилось. Так Раиса попала в Новороссийск. 143-й зенитно-артиллеристский дивизион противовоздушной обороны. Сначала я попала на прожектор. Спросил физику, знаешь, ну, чтоб дала луч и сама не сгорела. Им нужно было ослеплять летчиков вражеских самолетов и передавать их зенитчикам. Как работает прибор, Раиса Исааковна помнит до сих пор. Все, 27 миллиметров надо поставить уголь, а потом открыть люк, поставить, закрыть люк и дать включить трубельник в самолет, чтоб был в луче. Его надо поймать, там штангу водить. За каждый пойманный самолет на обратной стороне прожекторов рисовали звездочки. У Раисы Андроновой таких было 8. Помогло и то, что в юности, еще до войны, занималась в летной секции. В 16 лет впервые прыгнула с парашютом. Поэтому, когда понадобились бойцы, ни минуты не сомневаясь, сделала шаг вперед. Командирую роты. Я говорю, у меня есть документ на летчика, на хоть кукурузинке летала, и меня перевели. После Новороссийска в Сталинград, уже в качестве пилота, была комсоргом целой роты. Раиса Андронова служила в разведке вместе с знаменитыми ночными ведьмами. Так советских летчиц называли фашисты. Подбили ее самолет только один раз, 3 февраля 1943 года. Самолет начал гореть. Ну вот у меня ранение, тут голову зашло, нога, ну плечо, ну легкое. Но я когда штурвал бросила, я еле нажала кольцо парашюта. Я спрыгнула, самолет взорвался. Позднее, за мужество и отвагу, проявленную во время битвы за Сталинград, летчица получила орден Красной Звезды. Затем их дивизион объединили с 51-й армией и отправили в Крым. Как отвоевывали полуостров, забыть не удастся. Никогда. Самый страшный бой – это Новороссийск. А потом начало Крыма. Через Чушку на Керчь переходили сапога по трупам. Их дивизион защищал завод имени Войкова в Керчи. Когда с заданием справились, солдаты двинулись на Симферополь. Первыми в город вошли танкисты, пехота, а потом все остальные. На Симферополь, через Старый Крым, там одержали ужасные бои, но немцы уже отходили. Дальше Румыния, Венгрия, Чехословакия. Война для Рейсы Андроновой закончилась в Братиславе. Сейчас ей 97 лет. Почти со всеми домашними хлопотами справляется самостоятельно. Дома чистота и порядок, в саду выращивает розы. О великом подвиге напоминают ордена и медали на груди, число которых она никогда не считала. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня. А сейчас самое время перейти к новостям, которые будут значимы для водителей. Так что, если ваши бензобаки пустые и проголодались, самое время сделать кнопку погромче. Итак, перейдем к ценам. Газ 27 рублей 96 копеек. Дизельное топливо 51 рубль 32 копейки. 92-й 42 рубля 47 рублей 21 копейка. 95-й 50 рублей 42 копейки. И 98-й 56 рублей 59 копеек. Если пока можно в целом сказать, что эти показатели более стабильны, то привычный нам курс валюты продолжает скакать. И мы узнаем, как высоко или как низко он прыгнул или упал. Итак, перейдем. Цена на доллар у нас составляет 64 рубля 51 копейку. И он немножко все же вырос. И доллар тоже вырос. И евро выросло 72 рубля 83 копейки. Так что продолжает расти. Слава богу, что бензин не растет. И я думаю, это как еле и на душу нашим водителям. Ну, а еще как еле и на душу нашим симферопольцам. Потому что 19 апреля утвердили мероприятие, которое запланировано. Это торжественная церемония возложения цветов к памятнику императрице Екатерины Великой. О принятии Крыма в состав России. Потому что 18 апреля или 8 апреля по старому стилю в 1783 году был издан манифест Екатерины Великой. Екатерины Второй или Великой о присоединении Крыма к России. Манифест был подготовлен князем Потемкиным. И поэтому все для того, чтобы встретить этот день и вспомнить, и отпраздновать. Да и просто возложить цветы Великой императрице 19 апреля. Приходите к памятнику. А также хочется отметить для водителя информацию, что будут перекрыты улицы. Левая полоса улицы Жуковской и улица Долгоруковская. Все это будет во время мероприятий, естественно. Я думаю, сейчас самое время перейти к нашей следующей рубрике, поэтому внимание. Сегодня в Республиканской библиотеке имени Ивана Франко открытие книжной выставки «Великий комик немого кино», посвященной 130-летию со дня рождения Чарли Чаплина. Среди экспозиции уникальные книжные материалы, посвященные жизни и творчеству великого кинематографиста. Начало в 12.00. 16 апреля на камерной сцене Крымского академического русского драматического театра имени Максима Горького пьеса «Любовь как приговор». Семейная жизнь героев спектакля разваливается, как карточный домик. Все попытки возродить былые чувства терпят крах. Что или кто может изменить ситуацию? Об этом зрители узнают, посмотрев спектакль, объединивший детективную интригу с неожиданным поворотом сюжетной линии. Начало в 19.00. «Хеллбой. Легенда возвращается». На этот раз краснорогому герою, чтобы спасти мир от гибели, придется столкнуться со злой королевой Ниму, мечтающей отомстить человечеству за свое долгое заточение. Противостояние сверхъестественных сил может привести к гибели вселенной. На экранах отечественная комедия «Домовой». Семья переезжает в новую квартиру в старом доме. И хотя переселенцы рады новоселью, вскоре они обнаруживают, что жилище уже обитаемо. Таинственный хозяин ни за что не хочет делиться жилплощадью. Гадости и пакости. Любые ухищрения, чтобы избавиться от непрошенных гостей. Удастся ли им найти компромисс? Время сеансов вы можете выбрать самостоятельно. Для младшей аудитории анимационный фильм «Волшебный парк Джун». Маленькая выдумщица живет в мире фантазий. Однажды в парке аттракционов девочка заметила, что звери разговаривают с ней. Все идет благополучно, пока один из питомцев волшебного зверинца не попадает в беду. Чтобы спасти зверька из опасности, Джун придется объединиться с другими жителями зоопарка и пройти через множество испытаний. А у нас хорошие новости. В Крыму собрали первый урожай промышленной клубники. Такой яркий вкусной десертной ягоды к лере похвастались сельхозпроизводители Ленинского района. О технологии выращивания и объемах производства расскажет наш корреспондент Мария Красновицкая. Так, по весу у тебя многовато. Можно вот этот зеленый, с зеленым носиком, давай поменяем. Слишком зеленая. Ящик за ящиком и кузов трактора заполнен алой ягодой, каждая отборная. Уже через два дня она будет на прилавках Москвы и Санкт-Петербурга. Одна тонна, только маленькая часть, которую соберут в Ленинском районе Крыма. Итальянский сорт клери отличается правильной формой, большим размером и ярко выраженным послевкусием. Эта клубника может храниться до 10 дней при температуре 4 градуса. Самое главное, в первые полчаса после сбора, чтобы ее отправили в холодильник. Екатерина Столярова на предприятии работает почти с момента его основания, больше пяти лет. За день проходит полсотни грядок, поэтому издалека видит, какая ягода пойдет на продажу. На месте сортируют клубнику по весу 50 граммов и 80. Укладывает в форме елочки, чтобы товар имел презентабельный вид. Срывать нам нужно ее обязательно только за хвостик, чтобы ягодка долго сохранялась, чтобы с нее не уходили никакие ни соки, ничего. Обязательно нужно смотреть, чтобы она была целая, чтобы никто ее из насекомых не погрыз. Если она будет без семечек, то она начнет очень быстро гнить. Поэтому мы очень внимательно смотрим. Сбор клубники начинается постепенно. Раз в несколько дней правильная забота о растении позволяет сорвать с каждого куста до полукилограмма ягоды. Здесь не только сорт итальянский, но и технологии клубника высажены на гряду, каждая в отдельной лунке при определенном расстоянии, что позволяет растению гармонично развиваться и давать большое количество плодов. Стоит отметить, что во время сбора действует принцип двух рук. Это означает, что ягода попадает сначала к тому, кто ее собирает, и только потом к тому, кто ее покупает. Больше никаких прикосновений. Важно, что в каждом контейнере строго 500 граммов. За тем, чтобы все было строго по стандарту, следит Сергей Ястреб. Военный на пенсии начинал свое дело с одного гектара. Сегодня их уже пять. Растение это как ребенок. То есть получается здесь необходимо ежедневно находиться рядом с ним, видеть, как он себя комфортно, некомфортно, в каких условиях он себя чувствует. Мы наблюдаем за влажностью воздуха, наблюдаем за влажностью почвы. Мы наблюдаем, берем листовую диагностику, смотрим, что у нас в растении происходит, какие элементы питания ему хватает, чего не хватает. На основании этого мы уже меняем, координируем свою систему питания, которую даем через фердигацию. И непосредственно каждому растению мы даем тот набор питательных элементов, который необходим в данный момент для него. До наступления лета здесь планируют собрать 100 тонн клубники. На такой показатель выходят уже не впервые. Ягода сезонная, поэтому плодоносит дважды в год. Первый раз весной, второй осенью. Мария Красновицкая, Иван Евдокимов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Наконец-то начинается сезон. Может быть, это побудит многих предпринимателей заняться сельским хозяйством. А мы хотим поговорить на эту тему с нашим гостем. А у нас в гостях Валентина Оленина, директор фонда микрофинансирования предпринимателей Республики Крым. Приветствуем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Валентина Михайловна, могли бы рассказать, как давно действует ваш фонд Республики и сколько людей уже предпринимателей к вам обращались? Наш фонд отметит свое пятилетие. Первый маленький такой юбилейчик. Мы ровесники крымской весны, как, наверное, многие предприятия нашего края. И в свой пятилетний юбилей мы планируем, что мы обслужим более, ну, уже одной тысячи предпринимателей, которые обратились к нам. На сегодняшний день это 700, около 700 предпринимателей, которые в общем итоге отработали в своих предпринимательских хозяйствах, будем так говорить, более миллиарда рублей. То есть по факту это больше всего сельхозпроизводители или не только, допустим, есть предприниматели, которые занимаются производством еды или еще каких-то изделий? Совершенно все отрасли предпринимательской деятельности или направления к нам хожи, будем так говорить. Но, естественно, у фонда есть, как и у правительства, и по закону, и по жизни, приоритетные направления, которые мы поддерживаем, ну, не то, что больше, но на них выделяется больше средств, больше внимания, хотя все предприниматели, которые зарегистрированы, состоят в реестре субъектов предпринимательской деятельности, это наши клиенты, никому не отказано, потому что они имеют право на получение этого кредита. А какое направление, вот вы упомянули, что является приоритетным для Крыма? Приоритетным по законам о предпринимательской деятельности являются производство, сельское хозяйство, услуги курорта и туризма, также те предпринимательские направления, которые предусматривают собой развитие нового, то есть новаторские идеи. Ну и, в общем-то, наверное, все самые основные перечислила. Все остальные, такие как строительство, транспорт, торговля, это клиенты, которые приходят к нам в фонд, не то, что потом там в очереди стоят, но на основе всего приема мы осуществляем и обслуживание этих клиентов. Просто условия, может быть, немножко комфортнее, чуть комфортнее для приоритетных направлений. То есть по факту могли бы описать, как этот процесс происходит? Приходит, допустим, к вам предприниматель, какой у него должен быть опыт, какое у него должно быть состояние и какой план дальнейших действий, как он будет использовать эти средства и как ему нужно будет это возвращать? Вот, безусловно, у нас, конечно, сформировался портрет нашего клиента, который мы ожидаем, что к нам придет. На самом деле приходят совершенно разные, с разным опытом, с разным финансовым положением, с разным уровнем финансовой грамотности, то есть может вести, не может вести, помочь нужно и так далее. Но портрет, он таков. Предприниматель, который состоит в реестре субъектов малого и среднего бизнеса, предприниматель, который не должен на сегодняшний, полностью рассчитался с бюджетом, с налогами в бюджет, предприниматель, который ведет финансовую отчетность или, во всяком случае, старается фиксировать эту финансовую отчетность, чтобы доказать свою платежеспособность. Предприниматель, который имеет на сегодняшний день залог или имеет возможность привести поручителя, то есть тот, который как-то готовится к тому, что финансовый кредит для него будет по силам, и в начале своего пути он правильно его оформит. Какие суммы обычно берут у вас? И были ли случаи, что человеку было сложно это вернуть, потому что дело прогорело? Бывает по-разному, но я хотела бы сказать, что наш предприниматель, вот надо отдать ему должное, я очень благодарна, и вся команда наша благодарна нашему крымскому предпринимателю, что он старается и изо всех, даже если форс-мажорные обстоятельства, он старается, ну, как-то вырулить, и мы в этом, конечно, ему помогаем. Суммы, которые у нас выдаются, самая большая сумма, мы ограничены по законодательству, и микрозайм на сегодняшний день по закону определяется как 5 миллионов рублей, самая высокая сумма микрозайма, то есть от 200 тысяч до 5 миллионов рублей. И среднее, если говорить по Крыму, то средний сегодня займ, вот если в целом посчитать среднее, арифметическое такое, он составляет около 2 миллионов. То есть берут разные суммы, вот на разные потребности. Есть ли процент? Какой? Да, конечно, процент это основное условие. Процент на сегодняшний день составляет ключевую ставку центрального банка. Она может меняться, но на момент заключения договора она остается с этого момента неизменной до конца исполнения этого договора. На сегодняшний день это 7,75% это ключевая ставка банка. Плюс есть комиссия за пользование микрозаймов, она несколько определяет вот такую приоритетность. То есть 7,75% это для всех отраслей. Комиссия, она регулирует некую приоритетность, будем так говорить. И средний процент микрозайма это 9%, где-то в общем, если сказать, но годовых. То есть мы начисляем на остаток микрозайма очень комфортный процент. И предприниматель всегда приятно удивлен, когда получает график или работает с ним предварительно, как предварительно, так и последовательно. Поэтому комфортные условия. Для каждого предпринимателя самое главное вернуть обратно свои денежки, которые он куда-то вложил. И, конечно же, вы заинтересованы, чтобы вам вернули эти средства. Сколько человеку необходимо, чтобы вернуть займ? Обычно сколько это времени занимает? Год, два? Может, раньше? Ну, мы стараемся с предпринимателем совместно рассчитать правильный срок, за который он может управиться на основании тех документов, которые он предоставляет. Платежеспособность, уровень развития производства. Ну, в общем, все там составляющие, которые у него есть сегодня. Мы анализируем вообще бизнес, который к нам обращаемся. И стараемся вместе с ним рассчитать все-таки то, что он может понести как нагрузку финансовую. Бывает по-разному, но в основе своей предприниматель рассчитывает это. И общий срок у нас, до которого может располагать предприниматель на срок, это до трех лет. Берут по-разному. Погасить можно всегда, без процентов, поэтому предприниматель этим располагает. И, знаете, вы вот сказали, что задача предпринимателя вернуть. Я бы сказала, что это наша задача вернуть, не только выдать, а вернуть. И банк, он всегда говорит, наша задача вернуть, не выдать, а вернуть займ. Потому что деньги государственные, требуют учета. И мы вместе с предпринимателем над этим работаем. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что действительно как можно больше предпринимателей и благодаря вам, и благодаря своим стараниям действительно сделать наш полуостров гораздо лучше. Ну, а мы напомним, что к 75-летию вместе с театром мы подготовили очень необычные видео. Мы взяли фрагмент из Василия Теркина, и сейчас мы его покажем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Взгляд прощальный этих глаз, что забудь, попробуй, Обойдись в пути большом глупой славы ради, Без любви, что видел в нем, в том прощальном взгляде. Он у каждого из нас самый сокровенный, И бесценный наш запас неприкосновенный. Всех, кого взяла война, У каждого солдата провожала хоть одна женщина когда-то. И приходится сказать, что из всех тех женщин, Как всегда родную мать вспоминают меньше. И не принято родной сетовать напрасно. Срок иной, в любви иной, Мать сама была женой с тем же правом властной. Да, друзья, любовь жены, Кто не знал, проверьте, На войне сильней войны, И, быть может, смерти. Вновь достань листок письма, Перейти сначала, Путь в землянке полутьма, Ну-ка, где она сама, То письмо писала. Жены думают, Любя, что иное слово Всякий раз найдет тебя на войне живого. И не зря взываю я к женам настоящим. Жены, милые, друзья, Вы ж пишите чаще, Не ленитесь к письмецу Приписать, что надо. Генералу, бойцу, Это как награда Всех, кого взяла война, Каждого солдата Проводила хоть одна Женщина когда-то. Но хотя и жалко мне Сам помочь не в силе, Что остался в стороне Теркин мой, Васильев. Полюбите молодца, Сердце подарите До победного конца Крепко полюбите. День за днем, Весь апрель Советские войска выгоняли немцев Из каждого города нашего полуострова. Началось все с Армянска, И вот наконец настал этот день, Когда сегодня, В этот день истории, 75 лет назад, Советские войска выгнали Как раз таки фашистов из Ялты. Там как раз находится наш корреспондент, Который расскажет нам о том, Что сегодня будет происходить в Ялте. Саша, здравствуй. Здравствуй, Александр. Доброе утро, студия. Доброе утро, телезрители. Я рад встречать сегодняшнее утро Вместе с ялтинцами В этом славном приморском городе. И сегодня этот город празднует Действительно важное событие. 75 лет освобождения От немецко-фашистских захватчиков. И нахожусь я необыкновенно В этом городе Значимых мемориалов. Здесь пройдут массовые мероприятия, Посвященные празднику. Я напоминаю, что этот мемориал Построен в 1964 году По проекту лучших архитекторов советских. Петербургцев в частности. Он представляет из себя Кольцо бетонное, Которое отделано Инкерманским Выложен в Просим прощения за технические неполадки. Видимо, пока Может, в связи даже и с Планируемыми мероприятиями массовыми Там могут немножко блокировать интернет. Поэтому связь сейчас не идеальная. Но ничего. Мы надеемся, что в следующий раз, Когда мы включимся с Александром, Будет все чудесно и ладно. Ну а сейчас самое время узнать. Мы подключились к сети интернета И узнавали, какие же новости в Крыму происходят. Набрали ваших комментариев, Не всегда позитивных. И сделали из этого ролик. Давайте посмотрим. В Симферопольском супермаркете Мертвая рыба лежит в аквариуме вместе с живой. По словам очевидцев, Она находилась там несколько дней. Многих пользователей это озадачило. Некоторые даже предположили, Что потом несвежий продукт Заморозят и отправят на прилавки Того же магазина. И снова о маршрутных такси Крымской столицы. В ролике отчетливо видно, Что непогода на улице Застигла врасплох пассажиров Даже внутри транспорта. Люди жалуются, Что цена за проезд выросла, А состояние машин Оставляет желать лучшего. Водитель этого автомобиля Не считает нужным ездить по правилам. Зачем стоять в километровой пробке, Когда можно организовать Дополнительную полосу движения. Пусть и с угрозой Для собственной и чужой жизни. Как показывает практика, Хорошим это обычно не заканчивается. В социальных сетях Пользователи бьют тревогу. Скоро наступит пожароопасный сезон, А люди продолжают жечь сухую траву. Что, во-первых, Чревато обширными возгораниями, А во-вторых, опасно для животных. Прокуратура Ялты направила в суд Уголовное дело по факту смерти Из-за незакрытой двери Общественного транспорта. В июне прошлого года Мужчина выпал из рейсового автобуса, Курсирующего по маршруту Коцевели-Ялта. Теперь водитель обвиняется В совершении преступления, Повлекшее по неосторожности Гибель человека. В Симферополе Разыскивают двух мошенниц. Представляясь сотрудницами Пенсионного фонда, Женщины похищали Крупные суммы денег У пожилых людей. Возбуждены уголовные дела По статье «Кража», Совершенная в крупном размере. Сергей Аксенов попросил крымчан Немедленно реагировать На нарушения в работе Госучреждений полуострова, В частности, больниц, школ, детских садов. Глава республики заверил, Что недобросовестные чиновники Будут наказаны. Горячая линия работает в будние дни С 9 до 18.00. Номера телефонов 8 856 00 01 и 55 55 00. Если у вас есть какие-то замечания, То вы можете отправлять их В наши социальные сети, Которые есть. И в сети ВКонтакте, И в Инстаграме. Здесь страницы Первый Крымский, Крым24. Вы можете оставлять там комментарии, И они обязательно тоже могут Попасть в нашу рубрику. Также очень часто в интернете Встречаются нарекания На состояние нашей реки Салгир. Подобный пост в одной из групп Набрал уже 11 тысяч просмотров. И что люди пишут, допустим, Одни сообщают, А ведь когда-то все было Совершенно иначе. И, разумеется, прилагает фото Еще советских времен. Также другие ребята пишут, У каждого свой город. Для меня мой родной город Это Симферополь. Тот, каким я еще помню с детства, Когда не было пластика И люди друг друга уважали. А по сути, Вот то, что сейчас происходит, Это русло осушает для того, Чтобы его в дальнейшем очистить. И последний комментарий. Так вот, кто же в этом виноват? Вопрос большой и лаконичный. Ну, если мы ругаемся на то, Что вот почему так грязно, Наверное, в первую очередь Это зависит от нас. И подобных комментариев Действительно много. Да, к сожалению, Мы очень часто любим жаловаться На том, что что-то идет не так. Но, тем не менее, Сами не задумываясь о том, Что это действительно Сами люди делают И создают ту ситуацию, Которая происходит В том числе и в городе Симферополе. Количество мусора, Который выкинут на обочинах, Это, к сожалению, Дело рук как раз-таки самого человека. И самое ужасное, Что возможно, скорее всего, Местного жителя. Кроме того, Также люди жалуются И на состояние маршрутных такси, Которая сейчас стоимость подорожала. Они говорят, А вот циферка-то стала дороже, И платим мы уже 17 рублей, И ожидаем лучше качества. Но что парируют водители И резонно отвечают. Так и так, Ну, не же мы же, Получается, Ковыряем эти сидения, Обрываем шторки и так далее. Поэтому, конечно же, В первую очередь, Это все зависит от людей. И, кстати, Что меня действительно порадовало, Людей, Которые защищали водителей И говорили, Что это тяжелый, Трудный, Ну, Непростой труд, Было значительно больше, Чем тех, Кто ругали и говорили, Что так и так все ужасно в состоянии. Нет, Я соглашусь в том, Что все-таки необходимо ремонтировать Тот транспорт, Который сейчас курсирует по маршрутам, Это маршрутные такси, Потому что, действительно, Автомобили уже вышли Состояния пригодного, Поэтому будем очень сильно ждать И надеяться, Когда же уже придет Новая партия автомобилей Для общественного транспорта, Потому что мы уже любуемся Новыми троллейбусами, Это действительно приятно, Особенно то, Что их уже готовят к лету, Там уже проверяют кондиционеры, Добавляют везде необходимые Эти компоненты, Для того, Чтобы был прохладный воздух В эту жаркую и горячую погоду. Будем надеяться, Что совсем скоро Очень много станет На наших дорогах Больших, вместительных И комфортных автобусов, А об этих маршрутках, У которых разваливается пол, Мы забудем, Как о страшном сне И не будем вспоминать совершенно. Да, на самом деле был случай, Когда я ехал, И прямо была дырища в полу, Ну, действительно, Ну, не то, что обидно, Просто страшно немножко было, А так все отлично. Ну, кстати, говоря о дырищах, Дело в том, что Дали ученые имя Черной дыре, Помните, про которую Мы уже вам рассказывали, Что это была первая фотография Черной дыры За всю историю человечества, Так вот, Она получила название Поэхи. Дело в том, Что это имя выбрал Профессор гавайского университета Ларий Кимура, При этом гавайской мифологии Мироздание Означает это имя Необъятную пустоту Или черную воронку. А сейчас у нас самое время Посмотреть следующую партию новостей, Поэтому внимание. Видео с этой дракой В парке Краснодара За сутки разлетелось По интернету. По словам очевидцев, Инцидент произошел Из-за детей. Мальчик и девочка Столкнулись во время игры, Одна из мам Остро отреагировала, Оскорбила И ударила чужого ребенка. В итоге Разнимать пришлось Уже родителей. Как говорится, Лень-двигатель прогресса. Какой-то смышленый изобретатель Смастерил из подручных средств Прибор, Переворачивающий мясо На мангале. Идею можете взять на вооружение, Как-никак, Скоро майские. Вдруг пригодится. Водитель поливальной машины Настоящий художник. Едет по городу, А за ним шлейфом Растягивается радуга. Красота. Говорят, В России медведи Ходят по дорогам. Действительно, Косолапые на дереве Напоминают картину Репина Мишки в лесу. Хотя по видео Непонятно, В какой именно стране Такие смелые животные, Но это точно не Россия. Отсутствие аквапарка Не проблема. Всегда можно прокатиться По водосточной трубе Поток воды здесь не меньше. И пусть она не кристально чистая, Героев видео Это не испугало. Герой этого ролика Настоящий сорвиголова Норвежский экстремал Прошел по канату Натянутому над ущельем На высоте километра. Видео красивое, Но смотреть на ток, Как человек балансирует Над пропастью, Страшно. Российские ученые Предложили обеззараживать Питьевую воду При помощи графена Нано-материала, За открытие которого Россияне Андрей Гейм И Константин Новоселов В 2010 году Получили Нобелевскую премию. Кстати, хочется отметить, Что Андрей Гейм Это единственный человек, Который получил И Нобелевскую, И Шнобелевскую премию Одновременно. Причем Шнобелевскую Это шутливая премия, Которая посвящена Научным каким-то исследованиям, Которые кажутся Абсолютно бесполезными. Что я в корне На самом деле не согласна, Потому что у него Была необычная работа. Он пытался проследить И создать Левитацию лягушек. Дело в том, Что он выстраивал Магнитное поле так, Что лягушка парила в воздухе. И вот комиссия посчитала, Что это антинаучное исследование. Действительно интересное исследование, Тем более, Когда это принесет Какую-то хорошую пользу людям, Это точно будет отлично. А вот мы бы хотели Еще поделиться Достижениями наших медиков, Которые отметили Не очень хорошую новость Для любителей Принимать горячую ванну. Они сказали, Что если ванна больше, Чем 35 градусов, Лучше покупаться Не более 15 минут. А если уже температура Больше 40 градусов, То не принимайте ванну Больше 5 минут. Почему? А потому что Как раз таки Это действительно влияет И на ваши сосуды, А также на состояние кожи, Которая будет Быстрее стареть. А также, Если вы хотите, Чтоб ваша кожа Еще быстрее постарела, То чаще пользуйтесь Мочалкой. Тогда уж точно В свои 30 Вы будете выглядеть на 40. А мочалка-то чем не угодила? Она создает микротравмы, С которыми организм Не всегда справляется. И поэтому, Если у вас Восхитительное восстановление И, как говорят специалисты, Регенерация, То, пожалуйста, Трите себя Хоть самой жесткой мочалкой. А так лучше, конечно же, Этого избегать. Как страшно жить. Хорошо, что есть Хотя бы возможность Нам отправиться В путешествие Вместе с нашим корреспондентом В Долину Привидений Побываем мы прямо сейчас. Множество тайн И легенд Древние исполины Каменных истуканов Завораживающие виды И странные звуки По ночам Мистика? Нет Наука Сегодня мы прибыли В Долину Привидений На западном склоне Южного массива Диверджи Но сначала туда нужно Подняться Короткий, но резкий подъем Разгоняет кровь по венам Пару сотен метров спустя За серыми валунами Открывается потрясающий вид А с ним и осознание Путь проделан не зря Недавно пробудившаяся От зимнего сна Зелень долины Окутанная утренним маревом Дарит второе дыхание Как раз вовремя Путь только начался Глядываясь в местный Каменистый ландшафт Складывается впечатление Что находишься на поверхности Далекой и неизвестной планеты Но нет Породы эти Очень даже земные Просто невероятно древние Димирджи Яйла В отличие от других Крымских гор Сложены не только Из известняка Повсюду то и дело Встречаются вкрапления Гальки и валуны Твердых пород По всей поверхности Хребта умелой рукой Невидимого мастера Расставлены загадочные Скульптуры Позади меня Одна из первых Местных достопримечательностей Так называемый Чертов палец Автор изваяния Сама природа Дождевая вода Просачивается Вглубь породы Реагирует с углекислым газом Содержащимся в почве И приобретает Свойства слабой кислоты Которая И вытесывает камень Затем За полировку фигуры Берется ветер Миллионы лет назад Здесь проходила Могучая река В ее русле И образовалась Подошва горы Конгломерат Осадочная порода Из разнотипной Оточенной гальки Соединенной Буквально зацементированной Глиной Или известняком Ну что Подошва Которая по логике Должна быть внизу Делает на поверхности Это вопрос Сил природы Вернее Сил тектонических При столкновении плит Южная часть горной гряды Буквально Перевернулась Наизнанку Наверх поднялся Конгломерат Подошва А вниз опустились Верхние Древние слои Стоит сказать Что погода Продолжает влиять на долину Преображая ее ландшафт В этом Быть может И есть секрет Загадочности Долина кажется Живет своей жизнью Подобно человеку Меняясь С течением времени Здесь и сейчас Можно встретить Небольшие На данный момент Высохшие русла Во время сильных дождей Вода единым потоком Спускается с вершины Прорубая себе Путь сквозь коренья Гальку И булыжники Поднимаемся вверх Углубляясь в долину Часть великанов Осталась позади Но большинство Ждет нас там Немного дальше Чем выше над уровнем моря Тем холоднее Так что я пожалуй Застегнусь Уже идет фара за рта Свое название Долина привидений Оправдывает полностью Когда холодные Густые дождевые облака Прочесывают каменную вершину Хребта Они обволакивают Извояния Скрывая их За непроницаемой пеленой Причудливые силуэты То и дело Возникают из тумана Затем вновь Словно призраки Пропадают из виду С крымско-татарского языка Демирджи переводится Как кузнец Древние греки Называли гору Иначе Фуна Что значит Дымящаяся Самое интересное Что именно с этими Двумя названиями Связана пожалуй Что самая яркая легенда Долины привидений Согласно мифу Давным-давно Здесь поселилось Могучее кочевое племя На вершине горы Они воздвигли кузницу Где ковали оружие Для дальнейших войн и наступлений Дым от нее был Настолько черным и едким Что высыхали Ближайшие леса Поля И сады Однажды молодая девушка Поднялась на вершину Кузнецу-надсмотрщику И стала умолять его о том Что он прекратил работу кузницы Разрушающей не только Человеческие жизни Но и саму природу Кузнец не стал слушать И убил молодую девушку Но тогда Сама скала Не выдержав горя Обратила всех вокруг в камень Так и получилось Что все воины Кузнец и сама девушка Навек застыли Каменными извояниями На вершине нас ждет Известный всем Кто когда-либо проезжал По Ялтинской трассе Бюст Каменная голова Екатерины Второй Правда вблизи Сходство не такое очевидное Впрочем Порой достаточно просто Подключить фантазию И все же С чем связано Загадочное ночное пение Долины Ничего сложного Конгломерат В особо жаркие дни Нагревается Создавая полости Между кусками гальки И известняком Ночью Когда солнце уходит И долина резко остывает Полости сужаются Тем самым Выпихивая уже Расшатавшуюся гальку наверх Так и рождаются Знаменитые ночные щелчки Разумеется Все невероятное Можно объяснить хорошенько Над этим поразмыслив Но поверьте Здесь среди первобытной Тишины дремлющей стихии Ты забываешь о серьезности Оставляя все мысли позади Прошлое Соломное привидение Ускользает И исчезает В далеком тумане Остаешься лишь ты И сама мать природа Некоторую информацию Не узнать из сети И не подчеркнуть из книг Ее можно услышать Из уст людей Которые любят Свой родной край И кропотливо Хранят в своей памяти Его историю Например Сегодня мы узнали Что это поле шиповника Ничто иное Как одичавшее Напоминание о том Что когда-то У подножья горы Выращивали и собирали Крымскую чайную розу Не только дикой розой Богат этот горный массив Множество Буквально сотни растений Пробиваясь Сквозь твердый грунт Извещают о приходе весны Совсем скоро Ближе к лету Долина покроется Разной зеленью И пестрыми красками Диких самоцветов Вот мы и прошли Долину привидений Насквозь И все же Каменные сполины Спрятанные в тумане Чистота и тишина Горного леса И красота видов Создают по-настоящему Мистическое впечатление Отрывают реальности Погружая в некий Фантастический Далекий И такой Спокойный мир Не зря это место Ежегодно посещают Тысячи туристов А в прошлом И знаменитые режиссеры Если вы только к нам присоединились То мы напоминаем Что сегодня 16 апреля Вы смотрите нашу программу С ее ведущими Дмитрием Поповым Алистроем Доброе-доброе утро Мы рядом с вами Можно так сказать Вот буквально на расстоянии экрана Готовы были бы вас ободнять И сказать Ребята, пробуждайтесь Ведь мы уже полны позитива И хорошей энергии И готовы разделить эти чувства Вместе с вами А кроме того У нас еще порции полезных фактов С которыми вы можете поделиться В дальнейшем в этом дне Со своими друзьями Но мы напоминаем Что у нас с апреля Началась подготовка К празднику Самому главному празднику Для Крыма К 9 мая И поэтому наши корреспонденты Готовы поделиться новостями У нас есть уникальная возможность Поделиться дорогами победы И партизанскими тропами Пройти вместе с нашими корреспондентами Так как, например Каждый год Крымские участники мотоклуба Ночные волки Устраивают пробег По маршруту советских войск Освобождавших Крым Весной 44-го 15 апреля 75 лет назад Красная армия Отбила Алушту Вместе с мотоциклистами На местах боевой славы Побывал Юрий Авдеев Для крымчан Объединенных мотоклубом Ночные волки Участие в пробегах Памяти героев-освободителей Стало доброй традицией Практически с момента образования Мы ежегодно проводим Акцию памяти По освобождению Крыма Начиная с города Керч Под движением Наших героев-освободителей Начинаем с Керчи Потом Симферополь Город Саки Евпатория 15 апреля В Алуште И 16 апреля Мы проводим В Ялте А затем уже в мае месяце В городе Герои Севастополя День освобождения Родного города Для алуштинцев Такой же большой праздник Как и День Победы В нашей стране Не найдется семьи Которую обошла стороной Великая Отечественная У меня прадед воевал Тоже крымчанин Прошел всю войну Получил ранение в ногу Оно его мучило К сожалению До самой смерти Весна 44-го Принесла полуострову Свободу После 4 лет оккупации Все это время В лесах действовали партизаны Фашистам никогда Не было спокойно На нашей земле После освобождения Симферополя Войска Красной Армии Смели сопротивление Фашистов В районе Ангарского перевала И двинулись К морю Главная цель Овладеть портами Для того, чтобы Не дать фашистам Эвакуироваться морем Уже 16 апреля Была освобождена Ялта В мае Освободили Севастополь Мемориал памяти Павшим в боях За освобождение Установлен на выезде Из Алушты Именно здесь Крымские партизаны Неоднократно Уничтожали вражеские колонны Нашим партизанам Удавалось очень тяжело Сдерживать здесь Как-то напоминать о себе Постоянно выходить В боевые какие-то Атаки Я знаю, что 70 боевых выходов Сделал наш партизанский отряд Самое массовое действие Ночные волки Традиционно проведут В Севастополе В акции Примут участие Все члены клуба Наши мотоциклисты Как и все крымчане Свято чтут Традиции отцов и дедов А если у кого-то Все-таки хватит смелости И еще раз Напасть на нашу страну То ночные волки Пересядут на танки Мало не покажется никому Юрий Авдеев Алим Велиев Новости 24 Алушта Крым на пороге сезона С начала этого года Полуостров посетили Свыше 350 тысяч гостей И это на 30% больше Чем в такой же период 2018 А к лету Службы досуга и развлечения Уже готовят большой прием Чем удивят отдыхающих В туристическую кухню Заглянула Лиля Виджат Маргарита Чем мы идем на море с тобой? Да Несмотря на апрель Семья из Воркуты Каждый день ходит на берег Черного моря Климат и достопримечательности Покорили гостей с севера Однако по статистике Больше всего туристов Приезжают в Крым Из центральной России Моей мамой была мечта Побывать в Крыму Ну и как бы я ее осуществил Чтобы до конца Воплотить мечту родителей Нужно много времени и сил Например, посетить резиденцию Сергея Рахманинова В Большой Ялте Здесь, недалеко от Мисхора Композитор написал свое первое произведение Кстати, последний концерт В России Рахманинов давал в Крыму После эмигрировал Во время крымского отпуска Можно прикоснуться к императорскому быту Для гурманов истории Добро пожаловать в Восточный дворец Раритетная мебель и личные вещи царской семьи Прямо в номерах санатория Это знаменитая бальная зала Которая являлась принадлежностью Петра Николаевича Романова Знаменита тем, что здесь проходили баллы Знаменитые баллы Петра Николаевича И великого Николая II, его детей Вы можете не только здесь Окунуться в атмосферу В конце 19 века Но и увидеть всю архитектуру лепку Которая здесь находится И сохранилась в именно знаменитом Сарацинском авританском стиле Это самая знаменитая арабская гостиная Она сохранилась с императорских Времен, только мебель испытания Временем не выдержала Она 1947 года Дворец Дюльбер окунает В историческую атмосферу Именно отсюда уплывала последняя династия Романовых из Крыма за границу До 11 апреля 1919 года здесь проживала Сама мать Николая II Вдовствующая императрица Мария Федоровна Прикоснуться к истории можно и в самом большом парке Южного берега Крыма Под этим кипарисом черпал вдохновение Сам Александр Сергеевич Пушкин После отдыха в Гурзуфе Великий русский поэт начал работу Над произведением Евгения Онегин Свои глубокие чувства он восполнил в строках В двух шагах от дома Рос молодой кипарис Каждое утро я навещал его В 1820 году поэт прожил здесь три недели Сегодня на этой территории Собираются любители творчества Пушкина И здорового отдыха Мы находимся, можно сказать, в самом таком уникальном месте Санатория Мисхор Это вот изюминка Расскажите, пожалуйста, что за вот здесь мозаика Да, эта мозаика Одна из самых интересных, я думаю, в нашем санатории И не только в санатории Я думаю, в Ялте не повторится Такая же красота Исполнил ее Зураб Царетели Это очень известный российский, советский и всемирный художник По всему миру Мозаики, они не повторяются Они очень оригинальные Самые старые санатории Крыма ориентированы на лечебный семейный отдых Фишка этих мест – сочетание исторического наследия и достижений современной медицины Что касается внешних изменений, то они, безусловно, будут в ближайшие несколько лет Все санатории сети будут реконструированы Это будут полноценные трех-, четырех-, пятизвездочные санатории с лечением Большая часть, конечно, санаторий будет такого экоформата для семейного отдыха с детьми Ялта, Евпатория, Феодосия и Алушта вошли в пятерку самых популярных курортов России К туристическому сезону в Крыму откроются более 450 пляжей Обновятся более 70 санаторно-курортных и гостиничных организаций Лиля Веджат и Олег Черемесин, Новости 24, Большая Ялта, Гурзов Да, так в бытовых проблемах иногда забываются о том, что Крым действительно уникальный регион Где действительно ходили очень многие знаменитые люди, исторические личности И об этом говорит каждый кусочек земли нашего полуострова Мы продолжаем курортную тему и президент Владимир Путин подписал закон о том, что нельзя больше хостелы размещать в многоквартирных домах Это связано с тем, чтобы улучшить качество обслуживания И для того, чтобы хостел действительно был хостелом, необходимо, чтобы дом перестал быть жилым и стал нежилым То есть перевели его в другую классификацию Кроме того, должна быть там система звукоизоляции номеров, средства противопожарной безопасности, охранная сигнализация, сейфы для хранения денег и драгоценностей И средства для уборки и санитарной очистки номеров Ну, войдет в силу закон уже с 1 октября Поэтому пока идет сейчас туристический сезон в Крыму до августа, все нормально, все как прежде можно делать А потом уже нужно задумываться, чтобы переводить и переходить на новый формат Возможно, эта новость обрадует многих жителей многоквартирных домов Потому что, насколько мне известно, их действительно не очень радовало размещение такой, да, дешевой гостиницы в их помещении То есть особенно большой наплыв туристов, которые не всегда бережно относятся к чужому имуществу Особенно местных жителей Особенно российский турист Ну, это уже можно поспорить Это стереотип, мне кажется, закрепиться Но я, например, предлагаю и туристам, и местным жителям посетить некоторые мероприятия, которые подготовили культурные заведения нашего города Сегодня в Республиканской библиотеке имени Ивана Франко открытие книжной выставки «Великий комик немого кино», посвященной 130-летию со дня рождения Чарли Чаплина Среди экспозиции уникальные книжные материалы, посвященные жизни и творчеству великого кинематографиста Начало в 12.00 16 апреля на камерной сцене Крымского академического русского драматического театра имени Максима Горького пьеса «Любовь как приговор» Семейная жизнь героев спектакля разваливается, как карточный домик Все попытки возродить былые чувства терпят крах Что или кто может изменить ситуацию? Об этом зрители узнают, посмотрев спектакль, объединивший детективную интригу с неожиданным поворотом сюжетной линии Начало в 19.00 «Хеллбой. Легенда возвращается» На этот раз краснорогому герою, чтобы спасти мир от гибели, придется столкнуться со злой королевой Ниму Мечтающей отомстить человечеству за свое долгое заточение Противостояние сверхъестественных сил может привести к гибели вселенной На экранах отечественная комедия «Домовой» Семья переезжает в новую квартиру в старом доме И хотя переселенцы рады новоселью, вскоре они обнаруживают, что жилище уже обитаемо Таинственный хозяин ни за что не хочет делиться жилплощадью Гадости и пакости, любые ухищрения, чтобы избавиться от непрошенных гостей Удастся ли им найти компромисс? Время сеансов вы можете выбрать самостоятельно Для младшей аудитории анимационный фильм «Волшебный парк Джун» Маленькая выдумщица живет в мире фантазий Однажды в парке аттракционов девочка заметила, что звери разговаривают с ней Все идет благополучно, пока один из питомцев волшебного зверинца не попадает в беду Чтобы спасти зверька из опасности, Джун придется объединиться с другими жителями зоопарка И пройти через множество испытаний Нейросеть приходит на помощь всем любителям фильмов И особенно если вдруг они, например, не знают, что за актер в главной роли Но очень хочется посмотреть еще какие-то его работы Поэтому нейросеть при помощи поискового сайта, который популярен как раз-таки по запросам фильмов Потому что у него большая коллекция с описанием И очень много людей оставляет рецензию Так вот, теперь эта система будет распознавать лица и говорить вам о том, в каком же фильме играл этот актер В каком сериале, возможно, он участвовал И при этом не будет обращать внимания ни на возраст актера, ни на его грим Потому что там уникальная система распознавания лиц Увы, правда, к весне становится актуальна проблема, когда птицы не могут распознать стекол И поэтому часто в них вырезаются и получают, разумеется, травмы, перышек, да и не только Вот, допустим, в Москве уже местные власти пытаются решить эту проблему И рекомендуют местным жителям на окна вешать изображение диких животных Не знаю, будут ли они видеть этих диких животных, воспринимать их действительно Или будут воспринимать это как картон Я думаю, потешит, разумеется, и самих жителей города И, ну, будет показывать, что они заботятся о природе и о птицах Проблема гораздо серьезнее, чем перышки Потому что птицы, когда они врезаются в какую-то поверхность У них в первую очередь действительно идет сотрясение их маленького мозга Маленького, но мозга, тем не менее Поэтому они не всегда ориентируются в пространстве Естественно, идут повреждения какие-то у крыла Например, совсем недавно у нас на телекомпании был случай Когда действительно птица врезала стекло И очень долго не могла понять, что происходит К счастью, она отлежалась Нам помогла наша зоолюбительница и зоозащитница Татьяна Шаманаева Которая объяснила, что просто нужно оставить животное в покое И после этого оно пришло в себя Но есть у нас такие животные, которых, наоборот, не нужно оставлять в покое А нужно забирать домой, любить и ценить Давайте посмотрим, может быть, вам оно понравится И вы заберете его к себе домой Солнышко Брайт очень ответственный и внимательный Он умеет охранять и дружить Добрый и любящий парень Он очень красивый, но грустный Потому что люди его взяли и предали Звоните, пусть солнечному псу повезет Плюс 7978-863-1103 А сейчас переходим к актуальным новостям для водителей И для голодных желудков ваших автомобилей Итак, газ у нас стоит 27 рублей 96 копеек Дизельное топливо 51 рубль 32 копейки 92-й 47 рубля 21 копейка 95-й 50 рублей 42 И 98-й 56 рублей 59 копеек Наши довольно стабильные цены на топливо не перестают радовать А вот курс валют прыгает, скачет, растет и взлетает И доллар, и евро Итак, доллар у нас сейчас стоит 64 рубля 51 копейку И евро 72 рубля 83 копейки Растут они довольно уверенно, особенно доллар Евро еще так колеблется Ну, а согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения 51% россиян работают не по специальности И из них 58% людей с высшим образованием Еще 47% не работают по специальности Из них со средним специальным образованием 50% И в причинах отказа от своего образования Участники опросы назвали отсутствие возможности трудоустройства 24% пожаловались на низкую заработную плату А 20% заявили, что нашли себя в другой сфере Очень неутешительные на самом деле результаты Причем, что действительно удивительно Каждый третий из этих людей, который участвовал в опросе Заявил, что для того, чтобы устроиться в дальнейшем на работу Ему необходимо было получать дополнительные знания Дополнительное образование Или даже проходить какие-то курсы То есть, представляете, по специальности работают Каждый второй, а каждый третий должен проходить эти курсы То есть, по факту, обучение, которое они прошли в университете Не дало им достаточно знаний, чтобы они могли работать по специальности Это большой вопрос к преподавателям и к студентам Как они относятся к своему образованию Ну, к счастью, теперь мы обладаем какими-то знаниями о том Что все-таки необходимо применять профессию Получать какую-то необходимую Не просто эфемерную, которую, возможно, можно было бы проявить А какую-то практическую, которая бы вам точно пригодилась в жизни И, возможно, это изменит как раз-таки направление современных студентов Которые выбирают для себя отрасли, которыми они не хотят заниматься И вот, например, герои наших следующих рубрик Наши следующие рубрики, вернее, наших следующих роликов Они наверняка выбрали не ту стезю И поэтому мы видим такие результаты В Симферопольском супермаркете Мертвая рыба лежит в аквариуме вместе с живой По словам очевидцев, она находилась там несколько дней Многих пользователей это озадачило Некоторые даже предположили, что потом несвежий продукт Заморозят и отправят на прилавки того же магазина И снова о маршрутных такси крымской столицы В ролике отчетливо видно, что непогода на улице застигла врасплох пассажиров даже внутри транспорта Люди жалуются, что цена за проезд выросла, а состояние машин оставляет желать лучшего Водитель этого автомобиля не считает нужным ездить по правилам Зачем стоять в километровой пробке, когда можно организовать дополнительную полосу движения Пусть и с угрозой для собственной и чужой жизни Как показывает практика, хорошим это обычно не заканчивается В социальных сетях пользователи бьют тревогу Скоро наступит пожароопасный сезон, а люди продолжают жечь сухую траву Что, во-первых, чревато обширными возгораниями, а во-вторых, опасно для животных Прокуратура Ялты направила в суд уголовное дело по факту смерти из-за незакрытой двери общественного транспорта В июне прошлого года мужчина выпал из рейсового автобуса, курсирующего по маршруту Коцевели-Ялта Теперь водитель обвиняется в совершении преступления, повлекшее по неосторожности гибель человека В Симферополе разыскивают двух мошенниц Представляясь сотрудницами пенсионного фонда, женщины похищали крупные суммы денег у пожилых людей Возбуждены уголовные дела по статье кража, совершенная в крупном размере Сергей Аксенов попросил крымчан немедленно реагировать на нарушения в работе госучреждений полуострова В частности, больниц, школ, детских садов Глава республики заверил, что недобросовестные чиновники будут наказаны Горячая линия работает в будние дни с 9 до 18.00 Номера телефонов 8 800 56 00 01 и 55 55 00 В Госдуме объяснили, кто может рассчитывать на перерасчет пенсии В основном это жители регионов, где много вредных производств Это ветераны крупных предприятий Также в качестве примера депутаты объяснили и привели пример жителя Свердловской области Которому сделали перерасчет пенсии за 12 лет, в результате чего он получил 370 тысяч рублей За неучтенный стаж работы с тяжелыми условиями на Крайнем Севере Также могут получать или подать на перерасчет люди, которые служили в армии Уходили в декретный отпуск и в отпуск по уходу с ребенком Ухаживали за инвалидами или были временно нетрудоспособными К сожалению, многие пенсионеры просто не знают о том, что им положено дополнительные доплаты Поэтому не теряйте возможности и обращайтесь в пенсионный фонд в вашем регионе И наверняка вам могут пересчитать и уточнить цифру, которая для вас важна А если нас сейчас слушают молодые люди, которых довольно много Поэтому будьте внимательны и желательно работайте официально Да не желательно, а лучше не терять возможности, трудоустроиться Потому что стаж все же влияет на вашу пенсию А для того, чтобы рассчитать, какая она будет Примерно можно зайти также на сайт пенсионного фонда Там вбиваете, какую зарплату сейчас получаете В каких условиях вы работаете Сколько вы лет будете работать И калькулятор покажет результат, что вас ожидает в будущем А мы напоминаем, что сегодня произошло 75 лет назад освобождение Ялты Но мы все-таки с нашим корреспондентом встретились с действительно женщиной-героиней Которая всю жизнь прожила в Симферополе Но тем не менее она проявила себя по-геройски И действительно мурашки по коже от ее истории Давайте посмотрим вместе о ветеране Великой Отечественной войны Говорят, война не женское дело Раиса Андронова в составе 51-й армии прошла всю Великую Отечественную Вспоминает, как в 19 лет совсем еще девочкой сбежала на фронт Не могла остаться в стороне, когда узнала о наступлении немцев И я окончила 10 классов в 41-м году Ну вот, а была комсомолка Я знала, что немцы будет тяжело Родом Раиса Исаковна из совхоза Красный Сейчас это поселок Мирный Симферопольского района В 1941 году вместе с добровольцами уехала на Кубань Путь был сложный, многие до пункта назначения так и не добрались И один раненый, молодой, так он кричал страшно А я подошла, думала, может он воды хочет А он дает винтовку, а я еще ее не держала в руках И говорит, сестра, на, убей меня, убей Сначала девчонок не хотели набирать, но к концу 41-го года Выбирать уже не приходилось Так Раиса попала в Новороссийск 143-й зенитно-артиллеристский дивизион Противовоздушной обороны Сначала я попала на прожектор Спросил физику, знаешь, ну, чтоб дала луч И сама не сгорела Им нужно было ослеплять летчиков вражеских самолетов И передавать их зенитчикам Как работает прибор, Раиса Исааковна помнит до сих пор Все, 27 миллиметров надо поставить уголь А потом открыть люк, поставить, закрыть люк И дать включить трубельник в самолет, чтоб был в луче Его надо поймать, там, в штангу водить За каждый пойманный самолет на обратной стороне прожекторов Лисовали звездочки У Раисы Андроновой таких было 8 Помогло и то, что в юности, еще до войны, занималась в летной секции В 16 лет впервые прыгнула с парашютом Поэтому, когда понадобились бойцы Ни минуты не сомневаясь, сделала шаг вперед Командирую роты Я говорю, у меня есть документ На летчик, она хоть кукурузинке летала И меня перевели После Новороссийска в Сталинград Уже в качестве пилота Была комсоргом целой роты Раиса Андронова служила в разведке Вместе с знаменитыми ночными ведьмами Так советских летчиц называли фашисты Подбили ее самолет только один раз 3 февраля 1943 года Самолет начал гореть Позднее, за мужество и отвагу, проявленную во время битвы за Сталинград Летчица получила орден Красной Звезды Затем их дивизион объединили с 51-й армией и отправили в Крым Как отвоевывали полуостров, забыть не удастся никогда Самый страшный бой – это Новороссийск А потом начало Крыма Через Чушку на Керчь Переходили сапога по трупам Их дивизион защищал завод имени Войкова в Керчи Когда с заданием справились, солдаты двинулись на Симферополь Первыми в город вошли танкисты, пехота, а потом все остальные На Симферополь, через Старый Крым Там одержали ужасные бои Но немцы уже отходили Дальше Румыния, Венгрия, Чехословакия Война для Рейсы Андроновой закончилась в Братиславе Сейчас ей 97 лет Почти со всеми домашними хлопотами справляется самостоятельно Дома чистота и порядок, в саду выращивает розы О великом подвиге напоминают ордена и медали на груди Число которых она никогда не считала Татьяна Балыкина, Алексей Семенов, Утро нового дня Действительно, о таких событиях трудно и невозможно забыть И мы напоминаем, что наш корреспондент Александр Ткачев Находится в Ялте и расскажет немного о том, что же происходило в этом городе 75 лет назад Саша, здравствуй Доброе утро студия, доброе утро телезрители Я напоминаю, что нахожусь сейчас в славном городе Ялта И сегодня этот приморский город празднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков Два слова об истории этого события Дело все в том, что как только в 41-м году немецкие войска подошли к Перекопу Ялта сразу начала эвакуацию мирных жителей Я напомню, что с этой эвакуацией связана страшная трагедия гибели парохода Армения Более трех тысяч человек, которые были погружены на паром Были потоплены немецкими войсками авиации Хотя, несмотря на то, что на палубе был выложен красный крест Который дает знак о том, что это мирное судно и на нем мирные жители Но, к сожалению, все погибли, спаслось только 8 человек Вообще, трагически происходила оккупация Ялты Под конец, когда 16 апреля в 44-м году город освободили Из жителей осталось только 10 тысяч человек Более того, отмечу, что были колоссальные расстрелы Недалеко от Ялты, под Магарачьем, было место массовых казней И так, буквально в первые дни оккупации было расстреляно более двух тысяч евреев в том месте Суммарно считается, что город потерял пять тысяч жителей Еще столько же было угнано немцами в, собственно, в Германию В рабство, по сути Поэтому сегодняшний день для каждого ялтинца это большое-большое событие И город с помпой, с большой радостью отмечает это событие Сегодня здесь пройдут массовые мероприятия В частности, в 11 часов возле, как я говорил, Кургана Славы Холма Славы пройдет торжественный митинг Посвященный всем тем, кто пал, сложил голову за свою родину Там проведены прекрасные мероприятия по благоустройству территории Высажены цветы, кустарники И, в общем-то, это место полностью готово встретить всех тех, кто придет почтить память погибших Ну, я еще подключусь к вам, студия, передаю вам слово Спасибо, Саша Да, действительно, давайте посмотрим, узнаем, какой же будет погодой Будет ли возможность у ялтинцев, да и не только, просто у крымчан Выйти и отпраздновать этот день Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, сейчас самое время поднять очень важную для Крыма тему О рекультивации карьеров мы поговорим с нашим следующим гостем И с нами сегодня Алексей Юрьевич Яценко Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Здравствуйте Приветствуем вас Здравствуйте Могли бы рассказать, на каком сейчас этапе ведутся ли рекультивации И начались ли они? Или есть, допустим, у нас где-то заброшенные карьеры в Крыму? В марте месяце по поручению главы Республики Министерство экологии Начало работы по контролю над проведением работ по рекультивации на действующих карьерах На сегодняшний день в эксплуатации находится порядка 65 карьеров Значит, было проведено в Министерстве медведомское совещание С участием службы по экологическому и технологическому надзору Роспроднадзору Составлена дорожная карта Сотрудниками министерства проводятся ежедневные выезды на объекты Которые эксплуатируют месторождения полезные ископаемые На сегодняшний день по результатам анализа Было выявлено 24 карьера На которых уже срок рекультивации наступил На 14 из 24 карьерах уже проведены неплановые проверки На 6 выявлены определенные нарушения Сделаны предписания Довольно-таки, хотел бы сказать, суровые наказания Ждут тех нерадивых недропользователей Которые или не приступили к рекультивации Или не выполняют, не своевременно выполняют работы по рекультивации Это наказание по одной статье административного кодекса От 400 до 700 тысяч рублей А по второй статье это вне выполнения технического проекта разработки От 300 до 500 Ну согласитесь, суммы довольно-таки внушительные Алексей Ильич, все мы прекрасно знаем ситуацию, которая происходила в Сибае Сейчас, что там самый большой карьер, возгорание там было И какая проблема это была для местных жителей Есть ли у нас такие вот риски? Или у нас не такие ресурсы добываются? Или не в таком состоянии находятся карьеры? Нет, у нас Крым богат И в основном у нас месторождение строительных материалов Мы самодостаточный в этом плане регион У нас месторождение строительного камня У нас месторождение ракушки У нас цементное сырье У нас песок У нас песчанокровидные смеси У нас есть брендовое месторождение с солей Крымской соли То есть у нас все нерудные полезные ископаемые На которых подобные возгорания и случаи К сожалению, никаким образом невозможно Но в связи с чем-то такое особое внимание Уделяется этому процессу рекультивации? Процесс рекультивации Значит, история очень старая Если мы возьмем советские времена В то время осталось еще с тех времен Очень много брошенных карьеров Они уже были три вида Можно их классифицировать Три вида брошенных карьеров Одни карьеры, это как называемые придорожные Ну, при строительстве дороги, допустим, Симферополь-Ялта Дорожники отбирали строительные материалы Вблизи дороги Остались какие-то выемки Но уже, в принципе, много лет прошло Они уже взросли лесом То есть тут надо анализ Какие из них нуждаются в рекультивации Второй тип брошенных карьеров Это как называемые колхозные Каждый уважающий себя Крупный колхоз Да и не только крупный колхоз Ведь председатель Имел за счастье Если у него были какие-то полезные ископаемые Иметь колхозные карьеры То и не один Там добывали песочек Допилили ракушку Это был дополнительный доход Для хозяйства Часть при распаде этих хозяйств Часть таких карьеров Осталось неухоженных и брошенных И третий вид брошенных карьеров Образовался это в 90-е годы Когда, помните, был развал В общем, Советского Союза Многие предприятия прекратили свое существование И тоже ушли из этого бизнеса Министерство на сегодняшний день Имеется список этих брошенных карьеров Мы проводим плановую работу На сегодняшний день уже выдано Порядка 30 разрешений юридическим лицам На рекультивацию этих карьеров За 2017 и 2018 год Я понимаю, это удовольствие недорогое Рекультивировать карьеру Рекультивации нет Тут заинтересованность в чем У нас было постановление Совета министров Действовало Которое позволяло Без бюджетных денег Без привлечения бюджетных денег За счет средств юридических лиц Привести вот эти старые брошенные карьеры В нормальное состояние И вернуть в землепользование В сельское хозяйство оборот Там была возможность Ну продавать Она и сейчас есть Продавать часть рекультивированного материала И за счет этих фрец Проводить рекультивацию И получать какой-то доход Алексей Юрьевич Подытожим Все же на эти процессы Сколько необходимо будет времени? За год? За два? Нет Тут история Смотрите какая У нас некоторые карьеры Разрабатывается уже Больше чем столяк Ну например Возовской карьер Который возле водохранилища В 901 году Начал разрабатываться Разрабатывается до сих пор И по слухам По слухам Брусчатка Брусчатка Красной площади В брусчатке Красной площади Есть камень С нашего Возовского карьера в Москве Значит Разные сроки отработки Месторождения И разные сроки рекультивации Задача министерства Контролировать Чтобы что Что написано В проектной документации Неукоснительно Выполнялось Если На пятый год Разработки карьера Должно быть Зарекультивировано Три гектара Они должны Зарекультивированы И сданы Благодарим вас За ваши ответы Надеемся Что все предприниматели Нас услышали И затягивать с этими сроками Разумеется Не будут Спасибо Ну а сейчас самое время Узнать Какие же самые интересные ролики Из интернета набрали наши корреспонденты И готовы вам продемонстрировать Видео с этой дракой В парке Краснодара За сутки разлетелось По интернету По словам очевидцев Инцидент произошел Из-за детей Мальчик и девочка Столкнулись во время игры Одна из мам Остро отреагировала Оскорбила И ударила чужого ребенка В итоге Разнимать пришлось Уже родителей Как говорится Лень двигатель прогресса Какой-то смышленый изобретатель Смастерил из подручных средств Прибор Переворачивающий мясо На мангале Идею можете взять на вооружение Как-никак Скоро майские Вдруг пригодится Водитель поливальной машины Настоящий художник Едет по городу А за ним шлейфом Растягивается радуга Красота Говорят, в России Медведи ходят по дорогам Действительно Косолапые на дереве Напоминают картину Репина Мишки в лесу Хотя по видео Непонятно В какой именно стране Такие смелые животные Но это точно не Россия Отсутствие аквапарка Не проблема Всегда можно прокатиться По водосточной трубе Поток воды здесь не меньше И пусть она не кристально чистая Героев видео Это не испугало Герой этого ролика Настоящий сорвиголова Норвежский экстремал Прошел по канату Натянутому над ущельем На высоте километра Видео красивое Но смотреть на ток Как человек балансирует Над пропастью Страшно МЧС будут использовать Искусственный интеллект Для прогнозирования И предупреждения Чрезвычайных ситуаций Модели развития МЧС будут строиться С помощью данных Полученных со спутников И средств цифрового прогнозирования Что я думаю Наверняка принесет Свои плоды И возможно Будут приняты Какие-то меры Для того чтобы Если даже ЧС И будет происходить Для того чтобы Его последствия Были минимальными Ну а как отмечает Наше отделение Крымское МЧС Что они уже готовы К сезону И к пожароопасному Да и не только У них вот со дня на день Уже начнутся учения Так что готовы Не только сам персонал Но и все оборудование В том числе и техника Ну а мы уже готовы С вами к фруктовому сезону Наш корреспондент Мария Красновицкая Уже побывала На сборе первого Урожая клубники И готова сейчас Вам все подробно рассказать Ящик за ящиком И кузов трактора Заполнен алой ягодой Каждая отборная Уже через два дня Она будет на прилавках Москвы и Санкт-Петербурга Однотонна Только маленькая часть Которую соберут В Ленинском районе Крыма Итальянский сорт клери Отличается правильной формой Большим размером И ярко выраженным послевкусием Эта клубника может храниться До 10 дней При температуре 4 градуса Самое главное В первые полчаса После сбора Чтобы ее отправили В холодильник Екатерина Столярова На предприятии работает Почти с момента его основания Больше пяти лет За день проходит Полсотни грядок Поэтому издалека Видит Какая ягода Пойдет на продажу На месте сортируют Клубнику по весу 50 граммов И 80 Укладывает в форме елочки Чтобы товар Имел презентабельный вид Срывать нам нужно Ее Обязательно только За хвостик Чтобы ягодка Долго сохранялась Чтобы с нее Не уходили никакие Ни соки Ничего Обязательно нужно Смотреть Чтобы она была целая Чтобы никто Ее Из насекомых Не погрыз Если она будет Бесимичек То она начнет Очень быстро гнить Вот Поэтому мы Очень внимательно Смотрим Сбор клубники Начинается постепенно Раз в несколько дней Правильная забота О растении Позволяет сорвать С каждого куста До полукилограмма ягоды Здесь не только Сорт итальянский Но и технологии Клубника высажена на гряду Каждая в отдельной лунке При определенном расстоянии Что позволяет растению Гармонично развиваться И давать большое количество плодов Стоит отметить Что во время сбора Действует принцип двух рук Это означает Что ягода попадает Сначала к тому Кто ее собирает И только потом К тому Кто ее покупает Больше никаких прикосновений Важно Что в каждом контейнере Строго 500 граммов За тем Чтобы все было строго По стандарту Следит Сергей Ястреб Военный на пенсии Начинал свое дело С одного гектара Сегодня их уже пять Растение это как ребенок То есть получается Здесь необходимо Ежедневно находиться Рядом с ним Видеть как он себя Комфортно и некомфортно В каких условиях Он себя чувствует Мы наблюдаем За влажностью воздуха Наблюдаем За влажностью почвы Мы наблюдаем Берем листовую диагностику Смотрим Что у нас в растении происходит Какие элементы питания Ему хватает Чего не хватает На основании этого Мы уже меняем Координируем Свою систему питания Которую даем Через фердигацию И непосредственно Каждому растению Мы даем тот набор Питательных элементов Которые необходимы В данный момент для него До наступления лета Здесь планируют собрать 100 тонн клубники На такой показатель Выходят уже не впервые Ягода сезонная Поэтому плодоносит Дважды в год Первый раз весной Второй осенью Мария Красновицкая Иван Евдокимов Утро нового дня Ну Кульн Это уже такой хороший урожай На таких серьезных предприятиях Значит и на рынке Тоже скоро появится Много клубники Полезной и вкусной Так что Крым Продолжает привлекать Ну туристов Не только будем надеяться Что своим солнышком и морем Но и гастро То есть как раз таки Полезными фруктами А вот подробнее о том Какие сейчас мероприятия Будут происходить Особенно и в Алуште И на что можно будет Узнать и посмотреть Нам расскажет Александр Он находится у нас В Ялте В Ялте, да И как раз таки расскажет О периоде освобождения Как раз таки Что с этим периодом И на берете будет связано Доброе утро Доброе утро Телестрители Я нахожусь в Ялте И этот город сегодня Празднует 75-летие освобождения От немецко-фашистских захватчиков Мероприятия пройдут По всей Большой Ялте Включая Курсу, Фалуку И все-все-все Поселки Южного берега Крыма Но, конечно, эпицентром события Является Ялта И набережная Именно здесь пройдут Основные мероприятия Посвященные торжеству И так начнется все С гостиницы Арианда Откуда начнется Трошествие Мы наследники Победы Там же начнется Акция Георгиевская ленточка Это начнется все В 11.30 В 12 часов на этой площади Возле Круглого фонтана Недалеко от памятника Ленина Будет происходить Главный митинг Посвященный 75-летию освобождения От немецко-фашистских захватчиков Мы видим, уже установлена сцена И, в общем-то, все готово к мероприятию Более того, скажу, что Город и набережная Подготовился как нельзя Потому что набережная Вылезла до идеального состояния Все клумбы ухожены Везде рассажены цветы То есть, одним словом, просто красота Дорогие ялтинцы Если вы меня слышите Я рекомендую вам сегодня Непременно выбраться из своих домов Найти время и посетить Мероприятие, которое организуется для вас Почтить память тех, кто сложил голову В борьбе за Родину Более того, скажу, что Закончится все, конечно же, торжественным Фейерверком Который будет в 19.00 Поэтому его можно будет наблюдать Абсолютно со всех точек Ялты Студия, передаю вам слово С праздником, ялтинцы! Спасибо, Александр! Я думаю, что многие ялтинцы Обязательно посетят все эти мероприятия Будем надеяться, что они не обременены Какими-то обязанностями, которые смогут Отвратить их от похода, например, на ту же набережную Ну а также желаем вам, крымчане Всем отправляться тоже в этот прибрежный город Для того, чтобы встретить этот день вместе Ну а сейчас, я думаю, самое время Наше самое время, да, обратиться Внимание на нашу карту И узнать, что ожидает водителей Которые все же решили поехать В Симферополь, да и не только И ожидает ли у нас пробки Я так скажу, что наш дикий транспорт Не перестает удивлять Все довольно стабильно, скажем так Потому что пробки у нас есть Даже из проспекта Победы, если ехать И можно попытаться объехать по улице Глинки Тут у нас загруженности немножко меньше Катастрофа, как обычно, у нас происходит Рядом с Куйбышевским рынком Особенно, если ехать со стороны Марина И автовокзала, можно наблюдать Там, видимо, то ли авария, то ли еще что-то случилось Может, выключили светофоры и забыли про него И ушли, так что старайтесь объехать Другими путями, может, даже по улице Воровского Хоть и там у нас самая проблемная точка И самый проблемный перекресток Но здесь вы не загрузитесь в болоте транспорта И не простоите больше 40 минут на одном месте Поэтому, если вы выехали за час, а вам ехать 20 минут За час вы как раз и доберетесь Можно также наблюдать классическую пробку На Севастопольской улице Она у нас чередуется То абсолютно машины не стоят, то тянутся еле-еле И потом опять абсолютно стоят Так что у нас Крым, точнее Симферополь Действительно как крепость С какой стороны не подъедь Тебя ожидают преграды и баррикады из машин Что же касается других городов полуострова Здесь все значительно проще За исключением Севастополя и Ялты В Ялте только у нас в центре Только пару улиц стоят А что же это у нас за улица такая? Так Улица Карла Макса Причем, если вы будете ехать от набережной По направлению к центру города Вот придется вам постоять минут 15 так точно Ну и такая же ситуация в Севастополе Севастополь наш самый прекрасный, можно сказать Самый большой город И там транспортное движение всегда Испытывает определенные трудности Со своей планировкой Но несмотря на это все равно Путешествие по городам Крыма Приносит море удовольствия Несмотря даже пробки Не лишают этого прелестного настроения Наш корреспондент совсем недавно побывал В долине привидений И хочет вам рассказать про это удивительное И уникальное место Множество тайн и легенд Древние исполины каменных истуканов Завораживающие виды И странные звуки по ночам Мистика Нет, наука Сегодня мы прибыли в долину привидений На западном склоне южного массива Диверджи Но сначала туда нужно подняться Короткий, но резкий подъем разгоняет кровь по венам Пару сотен метров спустя За серыми валунами открывается потрясающий вид А с ним и осознание Путь проделан не зря Недавно пробудившаяся от зимнего сна Зелень долины, окутанная утренним маревом Дарит второе дыхание Как раз вовремя Путь только начался Вглядываясь в местный каменистый ландшафт Складывается впечатление, что находишься на поверхности далекой и неизвестной планеты Но нет, породы эти очень даже земные Просто невероятно древние Диверджи Яйла, в отличие от других крымских гор, сложены не только из известняка Повсюду то и дело встречаются вкрапления гальки и валуны твердых пород По всей поверхности хребта умелой рукой невидимого мастера расставлены загадочные скульптуры Позади меня одна из первых местных достопримечательностей Так называемый чертов палец Автор изваяния Сама природа Дождевая вода просачивается вглубь породы Реагирует с углекислым газом, содержащимся в почве И приобретает свойства слабой кислоты Которая и вытесывает камень Затем за полировку фигуры берется ветер Миллионы лет назад здесь проходила могучая река В ее русле и образовалась подошва горы Конгломерат Осадочная порода из разнотипной оточенной гальки Соединенной буквально зацементированной глиной или известняком Но что подошва, которая по логике должна быть внизу, делает на поверхности Это вопрос сил природы Вернее, сил тектонических При столкновении плит южная часть горной гряды буквально перевернулась наизнанку Наверх поднялся конгломерат, подошва, а вниз опустились верхние древние слои Стоит сказать, что погода продолжает влиять на долину, преображая ее ландшафт В этом, быть может, и есть секрет загадочности Долина, кажется, живет своей жизнью, подобно человеку, меняясь с течением времени Здесь и сейчас можно встретить небольшие, на данный момент высохшие русла Во время сильных дождей вода единым потоком спускается с вершины Прорубая себе путь сквозь коренья, гальку и булыжники Поднимаемся вверх, углубляясь в долину Часть великанов осталась позади, но большинство ждет нас там, немного дальше Чем выше над уровнем моря, тем холоднее Так что я, пожалуй, застегнусь, уже идет фара за рта Своё название долина привидений оправдывает полностью Когда холодные густые дождевые облака прочесывают каменную вершину хребта Они обволакивают изваяния, скрывая их за непроницаемой пеленой Причудливые силуэты то и дело возникают из тумана Затем вновь, словно призраки, пропадают из виду С крымско-татарского языка Демирджи переводится как кузнец Древние греки называли гору иначе, фуна Что значит дымящаяся Самое интересное, что именно с этими двумя названиями связана, пожалуй, что самая яркая легенда долины привидений Согласно мифу, давным-давно здесь поселилось могучее кочевое племя На вершине горы они воздвигли кузницу, где ковали оружие для дальнейших войн и наступлений Дым от нее был настолько черным и едким, что высыхали ближайшие леса, поля и сады Однажды молодая девушка поднялась на вершину к кузнецу-надсмотрщику И стала умолять его о том, что он прекратил работу кузницы Разрушающей не только человеческие жизни, но и саму природу Кузнец не стал слушать и убил молодую девушку Но тогда сама скала, не выдержав горя, обратила всех вокруг в камень Так и получилось, что все воины, кузнец и сама девушка навек застыли каменными извояниями На вершине нас ждет известный всем, кто когда-либо проезжал по Ялтинской трассе бюст Каменная голова Екатерины Второй Правда, вблизи сходство не такое очевидное Впрочем, порой достаточно просто подключить фантазию И все же, с чем связано загадочное ночное пение долины? Ничего сложного Конгломерат в особо жаркие дни нагревается Создавая полости между кусками гальки и известняком Ночью, когда солнце уходит и долина резко остывает, полости сужаются Тем самым выпихивая уже расшатавшуюся гальку наверх Так и рождаются знаменитые ночные щелчки Разумеется, все невероятное можно объяснить хорошенько над этим поразмыслив Но поверьте, здесь среди первобытной тишины дремлющей стихии ты забываешь о серьезности Оставляя все мысли позади Прошлое соломное привидение ускользает и исчезает в далеком тумане Остаешься лишь ты и сама мать природы Некоторую информацию не узнать из сети И не подчеркнуть из книг Ее можно услышать из уст людей, которые любят свой родной край И кропотливо хранят в своей памяти его историю Например, сегодня мы узнали, что это поле шиповника не что иное, как одичавшее напоминание о том, что когда-то у подножья горы выращивали и собирали крымскую чайную розу Не только дикой розой богат этот горный массив Множество, буквально сотни растений, пробиваясь сквозь твердый грунт, извещают о приходе весны Совсем скоро, ближе к лету, долина покроется разной зеленью и пестрыми красками диких самоцветов Вот мы и прошли долину привидений насквозь И все же каменные спалины, спрятанные в тумане Чистота и тишина горного леса и красота видов создают по-настоящему мистическое впечатление Отрывают реальности, погружая в некий фантастический, далекий и такой спокойный мир Не зря это место ежегодно посещают тысячи туристов, а в прошлом и знаменитые режиссеры Ух, так и манят нас к себе крымские горы А вот буквально вчера мне рассказали историю Наши коллеги, в том числе уважаемая Екатерина, пошла в горы крымские У них не было с собой гида, который мог бы их проводить Они сказали, ну и ладно, пойдем просто попутешествуем Отправились, вышли в 8 утра и чудом вернулись в 8 вечером Действительно чудом, потому что ходили они прям по склонам таким резким и крутым Еда закончилась, вода заканчивалась, маршруты они не знали И действительно вот думали, что уже ночевать придется в минусовой погоде прям там Поэтому если у вас нету человека, который будет вас сопровождать, лучше не рискуйте А вот нет сомнения в том, что выйдя они не сорили и не разбрасывали мусор Потому что эта проблема в России сейчас крайне актуальна В Госдуме предложили законопроект запретить полиэтиленовые пакеты И планируют, чтобы запустить этот проект уже можно было с 2025 года Потому что к этому времени получится адаптировать экономику Причем это новшество, ну в мире оно далеко не новшество Например, в Грузии уже действует подобный законопроект И если вы раз решили с собой провести и выбросить мусор, полиэтиленовый пакет Вам сделают предупреждение второй раз штраф 180 долларов, а на третий уже 370 Я вот думаю, такой подход к этому делу был бы очень-очень эффективен Ну да, к счастью, уже в Европе тоже подходит к этому вопросу очень серьезно И если я не ошибаюсь, то к 2020 году там также будет запрещен полиэтилен, его производство и распространение Что я думаю, очень хорошо отразится на экологии нашей планеты А сейчас с нами находятся наши коллеги, новостейная студия Они уже готовы выдать целую порцию новостей Но прежде мы, конечно же, с ними пообщаемся и узнаем, зарядились ли они бодростью и позитивом на этот грядущий день Доброе утро! Алиса, Дима, рад вас видеть, доброе утро! Ну как дела твои, как настроение? Настроение, как всегда, отлично и все прекрасно Вот мы представляем, смотришь ты каждый день новости Ну, наверное, у тебя есть свои какие-то личные предпочтения и вкусы Какие события тебя привлекают больше всего и что ты смотришь действительно с удовольствием? Ой, на самом деле с удовольствием я всегда смотрю любые новости Мало того, я их не просто смотрю, я их, можно сказать, что показываю, представляю и презентую всем крымчанам А вот мне, допустим, больше всего нравится всякий движ и экшен, где можно понаблюдать, где все кричат, взрываются или еще что-то такое Ну, конечно же, где никто не страдает Но главное, чтобы прям смотрел, как сериал, если очередной сюжет Будет ли сегодня в повестке что-нибудь такое, чтобы Диму порадовать? Знаете, в наших новостях вы, как всегда, узнаете все самое интересное, что происходит в Крыму Мы расскажем, в каком состоянии одна из старейших школ Ялты Ей более ста лет В течение дня ожидайте прямых включений наших журналистов С очередного заседания Совета Министров Республики и из нового терминала аэропорта Симферополь Куда в честь первой годовщины прилетят инопланетные гости Все это и многое другое смотрите в наших выпусках и не переключайтесь Спасибо большое Спасибо большое Я думаю, инопланетные гости точно порадуют Я с удовольствием бы на это посмотрел Я думаю, что наши телезрители также с удовольствием посмотрят выпуск новостей Который начнется в 9 утра, сразу после нашей программы Ну, а нам самое время прощаться Мы с удовольствием спросили у вас, какая ваша рубрика любимая Поэтому отвечайте нам в социальные сети Нам очень важно ваше мнение Обязательно зачитаем вам его в прямом эфире Ну, а теперь нам пора прощаться Потому что нам очень приятно было встречать это утро с вами И мы надеемся, что вы с нами будете каждое новое утро Спасибо, что были с нами Другого такого дня не будет Поэтому проведите его с пользой Радуйте и любите близких Пока-пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова